DJI POWER! DJI презентовали новую зарядную станцию DJI POWER 500 и POWER 1000. Такой большой пауэрбанк, который будет заряжать ваши аккумуляторы, батареи, ноутбуки, питать дома электротехнику, которая вам нужна. Но на мой взгляд, я так тезисно посмотрел о этой новинке, почитал о ней в интернете, посмотрел обзор и как будто бы не так уж она и хороша, как о ней все говорят в интернете. Именно о ней сегодня я хочу и поговорить, рассказать о ее преимуществах, о ее недостатках, на мой взгляд, ну и в целом ознакомиться с новинкой. Я Александр Шевченко, мой канал про расъемку, видеосъемку и путешествия, так что подписывайся, будет интересно. И перед тем, как мы начнем, хотелось бы немножко рассказать про свою онлайн-школу, это Академия Рассъемки, где мы обучаем будущих пилотов полетам на дронах. Начиная от самого старта, когда вы только купили дрон, распаковали его и начинаете его регистрировать, до создания полноценных профессиональных роликов с полноценной цветокоррекцией профессиональной и со всеми остальными эффектами, переходами и все, что вам только вздумается и захочется. То есть курсы у нас обширные, на разные тематики. Кому интересно, ссылочка будет доступна в описании под этим видео. Начинаем. Этот выпуск мы начинаем немножко такой вне стандарта нашей студии, потому что раньше я записывал все свои ролики в квартире Фети в Турции. Сейчас временно нахожусь в России и решил записать прямо дома на кухне, потому что вышла новинка, есть свободное время. Я решил, почему бы не рассказать о этой новой зарядной станции, пообщаться с вами, почему она, на мой взгляд, не такая хорошая, как о ней говорят в интернете. Ну и просто хотелось бы с вами поделиться этой новостью. DJI презентовали такую зарядную станцию Power500 и Power1000, которая, соответственно, одна на 500 Вт, вторая на 1000 Вт, типа на 1 кВт. И вроде бы с одной стороны здорово, круто, прикольно. Одна из них там выдает 2200 Вт, вольт. Не знаю, я не особо шарю в электрику, хоть я и по образованию заканчивал электрику. Ну, такая. Но, тем не менее, я изучал другое. Суть в том, что ты можешь, помимо того, чтобы запитывать свои аккумуляторы, использовать их в других целях. То есть питать дома ноутбук, подключать свет, подключать звуковое оборудование и полноценно работать дома или еще где-нибудь, когда у вас нет электричества. Можно выезжать на кемпинге и брать эти зарядные станции с собой, чтобы там запитывать какую-нибудь электронику, либо же световые оборудования, либо еще что-либо. То есть, в целом, вещь прикольная. Я бы себе, наверное, купил такую, оставил бы ее в машине, в багажнике для того, чтобы я просто очень часто люблю выезжать на какие-то походы, куда-то в лес, куда-то на природу, где-то ночевать в машине, где-то с палатками. И в целом, такая станция было бы, ну, скажем так, прикольно держать у себя в багажнике, когда ты ее в любой момент можешь достать, в любой момент можешь запитать все, что угодно, подключить все, что угодно, у тебя не будет никаких с этим проблем. В целом, сама идея вот этого вот вайба с такими вот зарядными станциями прикольная. Я знаю, что есть уже много зарядных станций от других производителей, о которых я никогда не интересовался и не читал, не слышал о них. Но сейчас вышла у DJI, DJI на слуху, и поэтому решил немножко разобрать, чем она интересна. И по большому счету, многие блогеры-обозреватели говорят, что эта станция и по цене и по возможности очень конкурентоспособна с тем, что сейчас есть на рынке. Я не сравнивал, я не знаю, но цена большой станции начинается от 700 долларов, образно от 70 тысяч рублей. Я не скажу, что это прям дешево, но окей. Если аналоги предлагают такую же за такую цену, окей, но как будто бы это дороговато, на мой взгляд. Если цена окей, окей, вообще без проблем. Но больше чего, что меня бомбит по поводу вот этой вот новинки, то что она может зарядить батарею дрона 12 раз. Как по мне, для устройства такого формата, такого объема, 12 батареи это как будто бы маловато. Я не очень сильно разбираюсь в электронике, в технике, там вот всех этих вычислительных мощностях производственных. Но как будто бы этого маловато. То есть у меня вот здесь лежит 4, там 3, 7 батарей, по большому счету я их не могу зарядить 2 раза. Потому что мощности не хватит. Да, 100% скажу, что проектов и заказов, когда тебе необходимо высаживать такое количество батарей, немного. Но в целом у меня есть проекты, когда мне 7 батарей не хватает. То есть когда у меня батареи заряжаются постоянно. Я вылетал, иду ставить на зарядку, беру следующую, летаю дальше. То есть такие проекты есть и моих там 7 батарей бывает не хватает. Напишите в комментариях, вообще прав я или нет. Но вот по моей железной логике, эта батарея на 5000 мАч. 6 батарей это 30, 12 это 60 тысяч мАч. То есть, соответственно, вот эта вот зарядная станция может зарядить 12 батарей, это 60 тысяч мАч. Вопрос. У меня есть пауэрбанк на 30 тысяч мАч, который мне сейчас питает свет. Может ли этот пауэрбанк зарядить 6 батарей? Как будто бы нет. И может ли этот пауэрбанк на 30 тысяч мАч высадить эту огромную станцию за 2 раза? Если вы знаете, как это все считается и высчитывается, на что надо обращать внимание, напишите в комментариях. Потому что, повторюсь, хоть я учился на электрика, но как-то не зашло у меня с этим. Я учился немножко по другой специальности. Ну и если мы закроем этот вопрос, который у меня бомбит, и разберем другие функции, то в целом-то вещь прикольная. Да, она может заряжаться от солнечных батарей. То есть можно отдельно купить, докупить, как обычно, за доплату солнечные батареи, поставить их где-нибудь на улице, на природе, и они будут заряжать вашу станцию. В целом, если вы едете на природу на несколько дней, поставить такой в кемпе, наверное, было бы прикольно. Вы поставили свою зарядную станцию, разместили свои солнечные батареи, и пока вы там весь день гуляете, ваша станция заряжается. Вечером приходите, она заряжена, можно ее использовать. Прикольно? Прикольно. Второй вопрос. Есть две станции, на 500 и на 1000. Станцию на 500 ты можешь заряжать от Type-C? То есть через там, включил в адаптер, вклубь в нее Type-C, она заряжается. Почему ты не можешь станцию на 1000 заряжать от Type-C? Вроде бы то же самое, просто больше мощностей. Не знаю, там, поставьте какие-нибудь транзисторы, которые будут уменьшать входную мощность для того, чтобы ты мог дольше ее заряжать. Ну, кем-то будет заряжаться у тебя не за 70 минут по быстрой зарядке, которую у тебя есть в целом, возможность заряжать всю эту станцию за 70 минут. Пускай она будет заряжаться, не знаю, там, за 10 часов. Но через Type-C просто у тебя такая возможность была. То есть на маленькой станции эта возможность есть, на большой этой возможности нету. Как по мне, это немножко странно. Что еще интересно, что есть быстрые разъемы для быстрой зарядки, которые позволяют заряжать батарею, там, третьего Mavic'а за 32 минуты, Aero третьего за 30 минут. И имеет, там, такую зарядную станцию, ты можешь использовать всего лишь три батареи для постоянной замены. У тебя две на зарядке, одна летает. Пока ты там находишься 25-30 минут в воздухе, плюс посадка, плюс замена батареи, твоя батарея зарядится. Тем более, у тебя сейчас стоит две батареи на зарядке. Они там за 30-35 минут будут обе заряжены. Поэтому ты можешь постоянно менять и летать. Теперь не надо большого количества батареи. В целом, вещь прикольная и, опять же повторюсь, она универсальна. То, что ты можешь использовать с разными частями. Еще из таких плюсов, DJI говорит, что это очень тихое устройство. И даже если он у вас стоит на столе, у вас там отключили свет, можно запитать ноутбук, запитать световое оборудование, поставить там микрофон, звукозаписывающее устройство какое-нибудь, и вести там какие-нибудь стримы, обзоры, записывать видео. И на вашем микрофоне не будет шума от этого устройства. Что он работает настолько тихо, что он не шумит. 23 дБ. И это, типа, очень тихо. Интересно, конечно, будет послушать это на реальных тестах. Но и по тем тестам, которые были и уже есть в интернете, в целом все говорят, что он работает очень тихо. Что, опять же, очень такой приятный плюс. Также DJI сделали какой-то огромный акцент на безопасности. Прям сделали много отдельных слайдов про то, что это наша батарея безопасности, их можно использовать там и там и там, и с ними никаких проблем не будет. Условия хранения такие. То есть все окей, здорово. Ну, не знаю, есть ли у кого-то какие-либо сложности с этим, но так как они сделали на этом акцент, то, возможно, кому-то это будет актуально. Ну, и на этом, наверное, все. Мы разобрали такие все базовые вещи. Поговорили о том, что нового и интересного появилось в этой штуке. А, отдельно я хотел бы отметить еще тот факт, что на этих станциях нет никакого мобильного приложения. Я бы хотел, как пользователь, не знаю, иметь какое-нибудь приложение мобильное, чтобы, когда я ставлю свои батарейки на зарядку, свои там хабы, еще что-либо другое заряжаться, чтобы я мог дистанционно посмотреть, когда там моя батарея зарядится, какая у нее температура, все ли окей, какое напряжение, зарядилась она там на какое количество процентов, поставить какое-то уведомление, что там ваша батарея заряжена, и ты мог пойти и поменять. То есть хотелось бы какое-то такое приложение, чтобы ты мог удобно, комфортно пользоваться и отслеживать всю внутреннюю информацию, когда ты не находишься рядом с ней. Потому что вещь новая, как она работает, непонятно, ну, просто хотелось бы, скажем так, немножко безопасности и больше информации о том, что происходит с этой зарядной штуковиной. Так что, может быть, конечно, в будущем DJI с какими-нибудь обновлениями или выходом новых устройств внедрят такую возможность мониторинга. Но на данный момент ничего подобного нет. Ну и как будто бы все. То есть если так рассмотреть, то в целом, я же повторюсь, что опять же, вещь прикольная. То, что есть разделение на 500, на 1000 Вт, и ты можешь заряжать не только пауэрбанки, там, свои зарядные станции и батареи, но и полноценно питать свои бытовые приборы в домашних условиях. То есть это такой универсальный прибор. Ты его купил, машину там закинул, можешь в поездках заряжать свои батареи, можешь заряжать на природе, можешь там, у тебя выключили свет дома, ты притащила домой, используешь его дома. В целом устройство прикольное. Но за счет того, что как будто бы оно недостаточно мощное, недостаточно много в нем мощности, опять же, на мой взгляд, кажется, что как-то маловато. И на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, чем это устройство вам было бы интересно, как бы вы его использовали в своей повседневной жизни или же в профессиональной среде. Ну и до встречи в следующем ролике. Пока-пока.